ой что это у нас тут такое красота за окном красота не только окно все заляпана дождик был на свете все окно заляпанная но погода на улице супер не совсем все просохло вот но все же погода супер погода супер важнее всего погода в доме а все другое суета есть я и ты а все что кроме легко исправить с помощью зонта что кроме легко исправить с помощью зонта до ребятки все привет а вы на канарке иратская жизнь чтобы не мешалось так хочу сейчас сделать за терись на том же плов 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 вот хочу сейчас делаю выкачу а я же почему пускай на пятерочки греется хочу сейчас делать плов хочу плов еще необычных яйцо по тай стайлу сделать рис тай стайл надо кушать чтобы она не испортилась не пропала важнее всего погода в доме а все другое суета есть я и ты а все что кроме легко исправить сейчас он короче но все что не подписано всякие разные каналы вот дядя слава как я поняла в дагестане убили парня 20 лет парень боец по смешанному единоборству все дела молодой file дыркий красивый воспитанник отца ну мы на меру дополгается короче 8 выстрелов его проезжал молодой человек 20 лет который постирал И вот мы стали выяснять, кто, чего, как, куда, зачем. И выясняется, что вот этот парень, 20-летний, боец, там все дела, такой, знаете, групп, групп, только крупный, такой большой, сильный. В общем, не так давно вот этого парня, 18-летнего, которого убил, он над ним издевался. Издевался, оскорблял его, как я поняла, там что-то зеленкой даже воблил. Ну, я так поняла, у парня не выдержали нервы, ну, вот так, потому что он убил. И вот вопрос, кто в этой ситуации хороший, а кто плохой? Тот парень, который убил, или тот парень, который издевался? Знаете, вот тут такой двоякорий чувствую, вот, что у жмака просто не выдержали нервы. С того, что над ним издевались, с того, что над ним, как что унизили. Не знаю, не знаю вообще. Мне кажется, на самом деле, что что та сторона, что эта сторона, конечно, обе неправы. Парень не смог снижать свои эмоции, ну, там, давайте, восточный кровь, все дела. Вот парень там горячие, 17 лет, это как-то так, оскорбление, кровное, это все. Горицы. А тут пипец. А это тоже, знаете, дитина, издеваться над мелким. Вообще, тоже не понимаю вот такой вот ситуации, когда, знаете, крупный издевается над мелким. Мне кажется, это неправильно. Мне кажется, это не должно быть так. Потому что это плохо. Вообще, часто такое бывает, что вот один издевается над мелким. Потому что на самом деле, очень-очень плохо. Ну так. Масло. Баба тут наставит специи с крем. Масло, когда доставишь. Я тут все не сгорела. Вот как вы считаете, кто в этой ситуации прав, кто виноват? Кто хороший, кто плохой? Не знаю. А ведь в таких случаях-то в жизни, знаете, на самом деле, очень много происходит. Вот. Потому что, к сожалению, очень многие подростки, очень многие молодые люди, они на самом деле не контролируют себя. Знаете, вот издевательство от более слабым, у многих это в порядке вещей. Вот. Я считаю, что это прям вообще... Это перебор. Так сказать. Это перебор. Плов. Сейчас погрызем. Еще она разочек останется. Надо переложить. Сейчас сделаем с рисом. С ловом. С носки. А сверху хочу яйцо сделать. Немножко. Все. Доброе. Сейчас обжарится. Добавлю вот эту свою супчик. Это нам надо отдалим. Все, кстати, я там почистила попаю. То есть так она легко чистится. Так она легко чистится. Обесит это. Вот эти шкафчики меня обесит. На самом деле, нифига неудобно. Очень сильно. Оп, оп, оп. Тип-тип-тип-тип-тип. Даже можно немножко водички добавить. Разошлось. Все, чуть пожиже. А тут высоко будет. Ой, вот так вот почитаешь. И прям где удаешься. Вот честно, знаете, вот жалко, да, парня, который погиб. Очень жалко. Но опять же, по своей же глупости, по своей же, так сказать, погиб-то. Зачем? Вот зачем издеваться над другим человеком? Вот, зачастую люди, они забывают о, как сказать, наказании. Вот. И в данном случае, видите, как парень сам на себя отомстил. Конечно, он сделал неправильно, не тя было так делать. Но в какой-то степени, видите, видите, его как обещители, так сказать. И как, знаете, у жителей гор там, куда-куда, куда-куда. Свой позор он сможет смыть кровью. Вот так. Жутко, жутко, жутко. Вот так вот. Все происходит. Так что вот, люди добрые, прежде чем что-то делать, я бы на вашем месте подумала бы мозгами. И что происходит, и что творится, и что будет творить. Кстати, это очень касается людей, которые в интернете. Вот, они же считают, что им же ничего не будет. Все такого, я сказала. Так, далее. Расхожу, у меня психика. Такая, знаете, сильная. Я пофигист. Я пофигист. А прикиньте, вот если кого-то тоже блогера там травит, издеваются. Прикиньте, если он что-нибудь с собой сделает. Неужели вам будет не грустно, скажем так, из-за того, что вы человека довели до... Не очень хороших вещей. Подумайте. И знаете, что удивительно? Ведь такое творят, вот у меня, в частности, на канале, взрослые люди, взрослые женщины. Я просто в шоке. Взрослые женщины. И думать, господи, тебе там с мужем в кровати спать, или там детей воспитывать, или внуков, да, уже многим. А ты вот такие вещи пишешь. И думать, господи, что в головах у людей. И вроде дожили уже до седых людей. А такие вещи пишут. Вот это вот, что-то плохое. Помидорочка. Блин. Надо сегодня, короче, сходить на рынок, купить овощи. У нас овощи уже заканчиваются. Надо прикупиться. Закупиться, прикупиться. А, ну, схватит. Люди, думайте о мозгахе. Прежде чем что-то делаете. Вы знаете, как бывает вот эта вот карма, да, там, карма, бумеранг. Вот, иногда он, конечно, не долетает. Ну, или летит очень долго. А кто-то вот за себя так сам мстит, мстит. Вот так вот. Жалко, жалко, что один погиб. По-глубжестям. Могли быть, победы какие-то в спорте. Что другой себе жизнь сломал. А все из-за того, что вот эта вот молодежь, знаете, молодежь, не держала эмоции. Конечно, другой. Купа. Купа, очень купа. И обидно. Обидно даже дали. Вот так. Все, сейчас буду вкусненько делать. Сейчас сделаю плев. И хочу этот еще сделать. Сейчас сделаю. По яичку. Сейчас пожарю. И сверху прям положу. Наполею. Таицы так любят делать. Вот. Такие дела. Сейчас, вон, тоже вчера муссировали тему. У нас там до нижнего уже там всякие бесплотники долетают. Вот. Ну, вроде как это. Вроде как фейк, что ли. Он говорит, там это фото, которое выставили уже во многих пабликах в разных районах. Вот. Страшно возвращаться. Прямо. Страшно. Здесь все будет хорошо. Очень-очень надеюсь. Так, помидорочки. Помидорки, помидорки. Короче, надо сегодня по-любому включить и на рынок. Скоро надо... Я хочу суп сварить. Какой-нибудь либо щи, либо что-нибудь такое. Побудцы, помидоры нужно. Вкусненько. И будет хорошо. Типа такое ризотто. Ризотто. С яичком сверху. Жарится. Так. А больше ничего не надо. Огучки, мидорчики. Второе. А, фруктик сейчас еще положу. Комары летают. Вчера напускали этих тварей. Иродов. Кстати, вот напишите. Вас травили в школе? Был у вас такое? Что, давай, издевались. Травили. У меня было. Причем, знаете, дети, они очень-очень. Очень и очень злые. Очень злые. Которые совершенно не контролируют вообще, что они говорят. Что они говорят. А вот. Совершенно. У меня было. Не самые приятные моменты. Поэтому, знаете, как-то осуждать парня, о котором издевались. Ну, не знаю. Еще и зеленкой лавлили. Верси. Ну, конечно, как говорится, истинные причины неизвестны. Но все же. Видите, какая трагедия случается? Какая трагедия случается, когда кто-то думает, что он сильнее, умнее и лучше других. Вот так вот. Так. Хотя, мне кажется, знаете, на самом деле со многими случалось такое, что в школе были не очень добры. Особенно с теми, кто отличается. Хоть как-то. Вот. Будь ты отличник, тебя травили. Будь ты, не знаю, какой-нибудь там задрот или еще что-нибудь. Все отравили. Отличаешься. Полный, худой. Худой, ты, значит, плохой, худой. Полный, значит, ты толстый. Понимаете? Отличник, значит, ты задрот. Очкарь. А у меня, кстати, хэт-трик был. У меня была длинная коса, я была полная, я была в очках. Так что вот, у меня, как говорится, было хэт-трик. Вот. Родители были пожилые. Вы знаете, так сказать, что? Так сказать, так сказать. Родители пожилые, не особо модные, не особо, так сказать, никто не показывал. Ну и не особо такая модная была. Вот так вот. короче, было, было, было. Было, 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 но прошло. Было, было. Так, ну что, мне тут греть, нет? Вообще, нет? Я помню вообще. О, начал греться. Слава, ну-ка. Короче, мне кажется, на самом деле, нужно воспитывать своих детей. Вот опять же, возвращаясь ко вчерашней теме, да, нужно воспитывать детей с детства. То есть, говорить им, что такое хорошо, что такое плохо, что обязательно своих одноклассников это плохо. Вот, что люди все равны. Понимаете? Вот. Но зачастую родителям пофигу. Вот как вчера, знаете, родителям было пофигу, что у них сын курит. Так и тут, походу, тоже. Всем было пофигу. Отсюда вывод, что вот такие вот мы и растём. И вот такие случаи это не редкость уже в наше время. Потому что люди обозлились. прожарятся яички мои. И будет вкусняшка сверху положу. Так, у меня там соль еще была. Солить маленько. Надо солить. Опять у меня не открывается. тэрэ-тэрэ-тэрэ-тэрэ-тэрэ. Потому что люди в интернете, вы же уже взрослые. Неужели вы... Не поняла. Неужели вы не научились... Блин, а что вы такое? Чем не открывается, чем не крутится. Будьте добрее, будьте умнее и своих учите. Какой пример вы сейчас подаете своим детям? Как говорится, травить это хорошо? Травить человека это хорошо? Мне кажется, это плохо. Нужно показывать примером, что это плохо. Как делать нельзя. Вот так вот. Но это мое мнение. У вас уже взрослых не переделать, к сожалению. Люди такие странные существа. Честно, знаете, раньше думала, что люди на самом деле добрее, но по факту оказывается, что нет. Кажется, в лицо сакуны, вот, а за кадром, скажем так, все смелые. в тихом умнике черти водится. Никогда не знаешь, как человек отбейте на происходящее время. Тут вот, тут что-то. Мне кажется, если парень вот этот вот, который погиб, он бы знал, что подействует, так сказать, в ответ, потому что он бы этого не делал. но, в лицо он это сделал. Ну, наверное, не от большого ума. Короче, новости посчитаешь и прям, где удалишься. Что в мире-то происходит? Жуть! Какая-то яичка у меня зажарилась. Вот такая яичка. Красивая, вкусная. Всё. Яичка у меня готова. Так, это у меня готово, это у меня готово. Чайочек, что дела? Сейчас делаем по красоте, сейчас делаем по вкусноте. Вот, арбуз там, не дай. Арбуз, гриб, гриб. Сладко, яичка чаю. Всё, ладненько, яичка чаю. Положим. Яичка у меня зажарилась. Пара-па-пара, пара-пам. Пара-па-пара, пара-пам. Знаете, новости хоть прям не читай. Прям вообще. Прям не открывай. Что жуть какая творится? Арбузик. Нажарилась? Что хоро-жарится? Смотрите. Трестала жариться. Горшочек не вари. Горшочек не вари. Так, арбузик ещё положил. Вообще, надо, арбуз, это сам покупать, сам очистить. Вот эти фрильфрукты, они очень чистят их, знаете, неэкономно. Совершенно. Очень много срезают. с вазу-голом, гуще. А это у меня считается как полноценный обед. Полноценный обед. И хлебушка. Хлебушка-то сейчас отрем. Всё. Тёпленько, чтобы было. Всё. Почти всё готово. Напишите, было ли у вас такое в детстве, что над вами не издевались? Раз. Как вы на это реагировали? Был ли у вас небольшой, ну, скажем так, наложило ли на вас это отпечаток по жизни? Либо вы это всё прижили, детские обиды и так далее. Кто прав? Кто виноват? Вот в этой ситуации ребят, которые, так сказать, один по дурке поиздевался, второй не сдержался и лишил жизни. Кто прав? Как вы считаете? Я не знаю. Вроде этот переборщил, и этот был неправ. Более 18 лет. Там такие эмоции. Жалко, 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 очень жалко. Так. Ладно. Короче, будем кушать. Всем приятного аппетита. Вот такие темы у меня по утрам. Да? Потому что, знаете, почитаешь, что в мире происходит, и с ума сходишь. В общем, всем добра, позитива. Следите за своими детьми. Объясняйте им, что хорошо, что такое плохо, и показывайте на своём примере. И знаете, что травить людей это всегда плохо. Это нехорошо. Будь то в интернете, будь то в жизни, каждый человек имеет право на свою жизнь. издеваться от другими людьми плохо. Всё, увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.